Я считаю отношения, которые были с папой, которая научилась, она работала же, зачем менять схему, можно улучшить, но очень нежно, мило, что мужчина, когда хочет защищаться с женщиной, позаботится о ней, когда она дает ему возможность, когда нуждается в этой подвижной беспомощности, если она пропадет, то за ним дает мне ответственность. Если я, если вы тренер, вы говорите своему ученику, делай так-то, 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 и он безуколизмно это делал, у него не получается, может быть, но я вижу, что он делает то, что я говорю. Чертую ответственность за это, за свои поступки, за него. Итак, а тут такая ситуация, когда я говорю ему, делай, вот тебе, что, кстати, активистым чипом, он должен бегать, 20-30, 20 грамм был, в сатарево постоять, а ты халявер, делай то, что тебе хочется. То есть я устал, я не хочу. Другие предметности не делал, из-за конечника. Нет. Поэтому действуем по-женски. Так, действуем по-женски. Тогда у нас будет все, что нам нужно. Ок? Хорошо. Ребята, у нас уступают группы на 3 минуты. Постигал, пожалуйста. А, отлично, хорошо, давайте быстренько пока нас не видим. Просто откуда-то, я должен сейчас саундчик делать. Мне сказали, что только час. Если интересно, я не знаю, может, может, при чем-то все равно понадобится. Интересно? Ну, поднимите руки, если вы захочете. Кто запустит подправить? Ну, посмотрим. Вот это что. Так. Еще вот эти вопросы. А, разные классы. Да. Я должен сказать, да, разные классы. Да, это важно. Допустим, там, да, свой образ спортсмены и там, считаем спортсмены. Давайте сейчас поясню. Знаете, по классу, я бы сказал, что есть 5 основных уровней классов, да? И это не значит, что человек, который занимается, который уроченный трудом, что он не может быть ученым. Относится к категории ученых. А, абсолютно нет. На разном классе могут быть все. Типы, 5 типов. К примеру, я токарь. Работаю в профессии токарь. Один токарь точит балванки. Только балванки. Это работа руками. Второй токарь. Он так пошустрее думает, что вытащить балванки. Я могу что-то шкуру муры продать. Дайте заказчиков налево пока. Там директора нету, мы там что-то вытащим, денежку заработаем. Я уже кто? Бизнесмен. Бизнесмен. Хотя я работаю на уровне рук. Ну, по-английски. Уже головок подключается. Следующий. Нет, следующий уже бригадир. Ну, так, так, ребята, так, тут балванки, отправили, поставили, запаковали. Он управляет. Он уже кто? Управленец. И третий, а тот четвертый. Он такой, здесь тот, который говорит, так, ребята, чтобы эти балванки более, конечно, пытались быстро, и материалы были экономны, надо сделать так и так. Он уже ученый. И самый такой нулевой класс, который, ну, куда придешь, туда пойдешь. Дельбасс, поднимите там уже. Поднимите, 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 поднимите. Хорошо. Дельбасс, приси нам уже торопеда. Хорошо, пойдем. Присуй. Куда придешь, туда подкатиться. Окей? И вот это класс, что вы понимали. На любом уровне может быть. Приводительность. Теперь совместимость. Важный момент. Быстренько. Значит, смотрите, идеальное совместимость, когда мы все одного, когда мы одного класса. И одного класса. Это идеально совместимость. Окей? Теперь немножко похуже. Когда мужчина на один класс выше женщины. Один класс выше. На два класса мужчина выше. Это еще хуже. Например, скажем, женщина работает тут. На душу. Хотя будет, естественно, женщина тут. Ладно, женщина, да яка. Точно тут да яка. Работает в камешке. А муж класс в управлении языка. Загадил. Понимаете, каждый класс, еще без названия, отличается, как его проявляется его внешнее. Отличается уровень развития разума. Уровень включен. Все классы включат уровень развития разума. Самый высший уровень развития разума. Уровень включен. И как проявляется из них качество. Бизнесмен. Что на него важно? Статус. Классные часы, датчиков, ресурсов, общения. Я везде хожу, общаюсь, связи, налаживаюсь. Качество тима. Честность для меня очень важна. И главное, прибыль. Поэтому, в связи с этим, им нужно, с этой моей класса, им нужно задачи мать кистать. Я должен заработать деньги. Я должен развивать себе сердечности. Пожертвование. А с тобой в однику заботиться о людях, которые не имели для того, чтобы развиваться. Так. Теперь, как смотрите, человек, который будет руками. Человек, который будет руками, он безземлявный. Безземлявный человек. Ему важна семья, дом. И важны эти статусы. Там, нафиг, тебе такая машина, чтобы тебя украли, чтобы тебя забитовали. Не надо тебя. Он хочет быть вместе с ним. Для него важно быть в семье. Безземлявный. А для без... И это нормально. Для безумия, все равно нормально иметь этот статус. Вот это не важно. Он же связь не важен. Коммуникация. А если жена ленивая, а муж постоянно где-то ходит, встречает, она с тобой прогулит, что-то нехорошо. Я жду сюда дома, а ты туда пришли на улицу. Вот твоя проблема. То есть по-разному проявляется пикмя природа. Понимаю, нет? Хотя те, 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 есть вот хозяйственные, ответственные, там целомудренные. По природу проявление своих каждого разного. Итак, мы сказали сейчас. Одинаково. На одном уровне это замечательно. На класс ниже женщина. Немножко хуже. На два класса ниже. Нехорошо. Тяжело. И не знаю, что они не могут быть счастливыми. Просто осознанно понимать, что с этим будет сложно. Расти это надо, но понимаете, за одну жизнь, наверное, ты не сможешь перепрыгнуть с первого класса через вас. Я думаю, нет. Потому что это очень... Орган зрития разума не так быстро сбирается. Очень тяжело. И главное, что изначально должна общаться с этим. Не знаю. Все заинтересно. Не знаю. Изначально. Я в семейне, я в доме тебя жду. Мне нужна семья, дом, огород, трава, природа. А тебе иногда встречи, статус и так далее. Изначально у нас уже не будет такой проблемой. И самый худший дизастер, это амбария, когда женщина выше статуса мужчины. Это катастрофа. Исходя из чего, что мужчина должен быть виден. Вы все. Да? Мужчина должен быть виден. Это наша роль. Действие согласно своему телу. Успорье. Я все такой пример привожу. Чем дальше мы от природы, тем больше нас пробьем. Во всех ее направлений. Начинают режимы дня. Восколько мы можем сцепать, восколько мы встаем. В природе нет искусственного света. Ложатся за входом солнца. Встают до восхода солнца. Когда петухи сюда встают, да? В 4 часа петух начинает кукарепать. Четко, по часам. Солнце, день, зима, лето, не важно. Даже не будет лечиться. В природе все лечится чем? Голоданием, травами. А мы там деточкой. Одно лечим, другое лечим. В природе мужчина или пускай, самец. Высокоразбросный модель. Мы делим право самку Богомова, которая свидается уже. Однозначно. Ну, сегодня сегодня тоже такое есть. Женщины. Игорь, мужчина. Деватруха. Много пацанами. Итак, это может быть. Что бы я хотел сказать на такую ситуацию? Фактор, чтобы обратить внимание, то субординация отношений, которые есть до свадьбы, и вам комфортно, встречаетесь с вами. Простите, я к этому очень радую. Ага, все. В процессе развития отношений принциповая тапочка выдают отношения. Ну, потом покажите, кто там будет, расскажите. Мы не вступаем в риски, чтобы я четко, чтобы я четко оценил качество своего партнера. Как вы думаете, что у меня должно быть? Я имею набор, и все классно. Как мне это качественно исполнить? Надо быть резвым. Ладно, нет, не дурец. Ничьте. Надо быть резвым. А что быть резвым, что это значит? Мне впадать в гормональную зависимость, которая у нас появляется, когда мы влюбляемся сексуально. Не только сексуально, важно. Есть вождение, есть протяжение, чемпиональное залипание. Когда я залип на человека, даже не ступаюсь в остальное отношение, гормоны не изменились, и вот вам показатель. Все розовые очки, я уже ничего не лечу. И вы помните, что когда мы влюбляемся, как меняются мужчины и женщины. Есть очень хорошая книга, David Paz. Почему? Что-то там, «Mens, sexual, fig, human, sex, love». Неважно, неделька. В смысле, следующее, что во время гормонального изменения нашего, опьянения, так называемого, мужчина выделяется женский гормон большим количеством окситоцин. Это вам для того нужна информация, чтобы вы понимали, что происходит с мужчиной и женщиной, почему мы меняемся. Это не было разочарование. Это хорошая поспорская. Интересно. А когда мы влюбляемся, то есть вырабатываются гормоны, мужчины вырабатываются больше, в смысле, на жестком гормонах. Что женский гормон этот сам делает? Нет, мужчина более жесткий. А что это такое, как я? Мужчина более жесткий, внимательный, заботливый, сердечный, правильный, теченький. Женщина как и драматик. А что? И что женщина возникает в течение того, что мужчина такой-то длинный? Не понимая с полуслова, он такой чуткий, нежный, внимательный. Боже мой, какой мужчина, где-то два раньше, мы, как правильный, я. Мы словно друг до друга. А-а-а, эволюция. Мужчина по-другому происходит. Мужчина вырабатывается, и женщина вырабатывает тестостерон. Курское гормон. Тестостерон. Что делает женщина такой? Более сексуальный, похотливый. В парице с вами. Тирествия. Болице. Женщина готова поговорить, по месту, безопректовки, безорогрева, и в частину. Иметь это в день, в семь раз в неделю. И мужчина думает, вау, блин, как классно. Вот такой мужик, которая такая же нитья. Любом доме, любое место, сколько хочу. Да? Что потом происходит? Когда гормоны. Правда, до 9 месяцев, вы так видите, зависит от силы человека. после этого, когда гормоны остановятся на своем месте, просыпаемся, что смотрим? Мужчина возвращается в свою норму, да, мужские гормоны, он уже, так сказать, мужиком стал кроликом, хочется в любое место, в любое время, а женщина спала женщиной, глянула в свой нормальный состояние, без мужских гормонов уже, и этого не надо, да? И что? Мужчина думает, секс в огне какой-то, грубый. Что одно, только одно, только подавай, одно во двуме. Секс в секс. Вот это, наверное, естественно, в начале своей запрошения, это доминирующая чакра, энергетический центр, позже могу сказать, почему он важен, его важно поддерживать, потому что это тот период, пока социальная притяжка есть, пользуйтесь этим. Либо секс на немец. Другое дело, что нельзя терять энергии, но вот именно это притяжение для того, чтобы развивать высшие энергии, высшие центры. Когда эта штука отпадет, ну рассчитывать два года, может быть, если вы считаете что-то сильно с губер-гиперчувственностью вас, что после этого станет? Мы строим отношения только на этих первых центрах, это базовый центр, вы знаете, да, намечен, эзотерика. Первый третий чакр. Выживание, защита ромножения. Базовый, видите, 8 миллионов, 600 тысяч живых существ, живущих в материальном мире, 7 метод этих качеств. Эти энергии хардкори. Они вписаны в наше тело, на подсознательном руле. Их не нужно развивать дополнительно. Они у нас уже есть. Для чего? Чтобы мы не исчезли как лип, так особо. Да? Все живое. Но мы человеки, чем отличаемся? У нас есть раузум, пробужденное раузум. Он у всех есть, живых существ. Но он у них доимодное состояние. Мы понимаем, что мы человеки. Мы душа, и мы должны здесь поднимать эти энергии. Итак, пока вы влюблены, ребята, важный факт, обращайтесь внимательно. Я когда осознал, просто плавал. Потому что, когда я стал в Вишнаве, я говорю, вы что, знаете, как мы хитрые, у нас же там сектор. Знаете, как заманили? Сначала эти просады. Божественная предложена. Писнет, поснятина такая. И он упал. Я хочу кушать просады. Задние мысли. Смотрю, я уже не могу не прийти в храм. Хочется. Теперь на просады. Вот так вот заманиваются. И когда мне сказали, что секс, в общем-то, это такая штука, которая, оказывается, теряем энергии при этом. Это вы что-то, что-то все очень плотно после этого. Что вы говорите? Я не поймал, что я на верхнем уровне смотрел. Ангелетически. Ладно, это не попозже. Итак, пока есть притяжка на сексуальном уровне, пожалуйста, развивать внешние энергии. Активно, почему помните, что у вас время очень-очень мало. Кафатографически, скажем мне, вы должны развивать энергию совместимости с внешней энергии, начиная с сердечной чахты. Откуда начинается духовность? общаться, общие интересы, духовность, учиться вместе и так далее. Все, что развивать, когда вот этот магнит закончится, что у вас было чем его заменить, иначе он откликнется, и вы разрушились. Я тебя больше не люблю. Что-то любовь про вас и уходите. Два пальца может плохо. Второй церкви. Окей. Сказали, что еще? Класса я сказался, носилась. Да? Все. Что? Смотрите, все очень просто. Давайте спереди для того, чтобы зачать новую душу. Можно дать самое лучшее. Крагнист забирает у нас самое лучшее. Самое лучшее, что у нас есть. Поэтому энергия, физически, просто, к примеру, для того, чтобы вырвать одну порцию терматозоида, нужно подать из стакана крови. Олег Геннадьевич Орсеноковый. Но я это уверен. На самом деле, если вы чувствуете, вы можете не только мужчин, но и женщин тоже. Я скажу, больше вообще-то в нашем вексе очень коллеги, когда мы настолько сексуально разрушены, в ведейские времена старые времена было так, что... Скажите, кто из вас слышал, что женщина, будь одна, которая рожала, испытывала величайшее чувство оргазма? кто знает такого? Я не знаю. Я не знаю живого. Но я знаю, что такое было в благостные времена. Женщина рожая, которая жизнь, которая находится в благости, станет в благости, рожая, это самое высшее чувство оргазма. Величайшее чувство оргазма, надо больше, чем обычно в близости. Вот такая штука, это было у нас еще больше, скажите, об этом, почему он сегодня не спорте в качестве оргазма. когда начнем с самого простого и выполняю ли я свои назначения все классно, выступаем на тело. Девушки, вы знаете, сегодня какой процент у нас называется это холодность, предельность, предельность, да? Двое процент. Девушка, когда диспетчер подгаживает, больше 70%. Это не задумайтесь. Почему девушка, женщина не испытывает чувство оргазма в таком количестве, когда по природе это уже заложено у нас. Она заложена природой, потому что вы должны не вымирать, размышаться. Эта функция встроена у нас. Почему эта функция ломается? Ну, если есть карма тяжелая, может быть, не положено, да, детей и так далее. Вы понимаете? Божество у нас это записано. мы должны это иметь. Почему эта функция ломается? Ну, подсказку в первую случае. Сам первый начинаем действовать соответственно своему телу. Если я веду себя как мужчина, вырабатываю себе мужские гормоны, что происходит? Вторичные половые признаки меняются, да? Помним, чем отличается мужчина, женщина внешне. Тоничные половые признаки и гормональные. А еще к этому добавьте ваш ум многоканальный, который отрагает душ. А вы брейнбольная труба. Почему и во всех направлениях, казалось, пожилянских даже, мужчин достигает больше качества, чем женщин. почему какие-то полк, портной, дизайнер. Почему мужчина лучше всего женщин обгоняют в этом вопросе? Потому что мы тратим на дело одном направлении. А вы расправляетесь. Такова ваша природа. Нормальная? Это абсолютно нормально. Просто природа ваша многоканальность, вы должны забыть о защите гнездушек. Когда мужчина близости половой, он ничего не видит, не слышит. Но чтобы выжить, женщина должна наблюдать за окружающей средой. Чтобы нет хищников, которые высокоприводят. Так вот сейчас неизберенностью женщины. Если женщина выполняет мужскую работу, вырабатывает мужские гормоны, я теряю свою чувствительность, свою женскую природу. Женщина же чувствует, а мы более грубые. То есть я стала мужиком за гормонами, покрытили, я делаю меня мужчиной, я становлюсь более грубой, мое напомню, что энергии, которые мы должны пользоваться своим основным. Мужчина синий черный, первая, пятая, седьмая, классы черные, вторая, четвертая, шестая. Чувственность, сердечность, самая важная. Третий класс интересный. Вы должны пользоваться своими энергиями, развития отношений, развития себя, коммуникации со своей половинкой. По статистике скажу, что проводившиеся, ну, не проводившиеся, 96% женщин оказалось, как вы думаете, в какой стране? Кто уже слышал, как бы, не поднимать это, не говорите. Как вы думаете, ребята, в какой стране самые сексуально удовлетворенные женщины? Исламе, наверное, не в Исламе, где там? Индия, сказали. Ислам. Кто еще? Африка. 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 Украина. 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 Идея какая, ребята? Подумайте, просто идея. Что значит, что нужно для женщины, чтобы она была удовлетворенная? быть женщиной. Номер один. И когда женщина будет женщиной? Когда вовлечена? Когда есть рядом абсолютно верность настоящий мужчина, который, если делать то, чтобы она была настоящей женщиной, не потеряла свою женскую природу. Вы, девочки, ангелы с рождения, у вас все есть. Мы другого, нас нифига нету, нам доработать. В 25 лет мы никто. И то, если вы до свидетельства я с 7 лет начинаю, с 5 лет начинаю учиться, как положено, изучая все премудрости мужских обязанностей, у вас есть все, что нужно начать семью. Три условия, конечно, чтобы вы получили образование от своей мамы на хорошем приеме и тогда. Но, по сути дела, мы не то. У вас есть все. Так вот, когда рядом возле женщины есть настоящий мужчина, она проявит всю свою женскую природу. Всю свою женскую природу. И это место сегодня, к сожалению, проживание, к сожалению, проживание, 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 проживание. Для Украины, для Европы. Это не сарабский мир. Арамский мир. Я считаю, тут один из примеров, как должны строиться с именными отношениями. Я не знаю, если у вас, но на эту тему я познакомился очень часто. Даже в Индии, где миллиард людей живет, вот я бы вывил, в Индии три раза. И вот только какие там отношения, у меня сердце просто не бывает, когда я вижу, для основных активных отношений. Люди счастливые, люди радостные, поддерживают. Но материальным нет больших у них достатков. И это делает и счастливым все равно в ценности и в ценности. сегодня это не так просто. Абсолютно верно, что общество у нас так то, что нужно. Но, ребята, помните, мы родились в этой стране, в этом месте, в этой семье, с этими качествами. Почему? Кто виноват? Кто виноват? Кто виноват? Я и только я, дорогой, кто же еще? Это что-то не так виноват. Вы мне все виноваты. Поэтому вот эти все тренинги, которые я провожу изначально, я даю духовный кончик, называется. Осознание того, что есть настоящая душа. Осознание того, что есть душа. Простое слово. Как вы все знаете, я с 22 года знаю, что душа происходит. Но только вот 3 года назад я истинно осознал, что я есть душа. Осознание, что я есть душа. И значит, действие соответствует с тем, что ты есть душа. Поэтому вот задача моя, которая, что я говорил, отчего нового в принципе пошло я не говорю. Я просто хочу, чтобы осознали еще раз то, что нужно знать. Чтобы вы просто посмотрели на слово с другой стороны. Он очень большой. и он много грамм. Чтобы видели картина целиком и прочистка. Это я помню, что жизнь совсем другая. Я могу от нее получить намного больше. Но я уже просто стать женщиной. Исполнять свою жизнь и своим делом. Сам просто я. И я мужчина, который мне ответственность и сделать свою женщину, позволить ей быть женщиной. Это надо я буду счастлива. Будешь женщиной счастлива? Буду счастлива. Успекаете? Спасибо вам на это. Я закончу сегодня. Я желаю вам, что вы попробуйте прочувствовать это состояние. Чтобы оно лучше закрепилось. Обсудите между собой. Поделитесь кем-то. Тогда оно останется у вас больше. И вот если я пока что-то трону вас внутри. Попробуйте вот начать жить по этим принципам. Это не будет легко. Это будет сложно. Но счастья будет много больше. Самое главное я буду действовать в соответствии со своим телом кармы. И у меня будет возможность выработать общую любовь. Семейскую любовь. То, ради чего я сюда пришел. Это самое главное. Развить себе безусловное нужно. Из-за чего я вам желаю. Развититесь безусловно таков. Начните с простого. Желать для другого счастья. Давайте повернемся до другого и скажем. Я тебе желаю счастья. Просто искренне от сердца это сказать. Вот отсюда отсюда я желаю тебе счастья. Я желаю тебе счастья. Будь счастлив. Я практикую такую мантру Доброе утро. Когда просыпаюсь я хочу выклимат у нас есть такая волна позитива на ватсапе голосовая. Просыпается кто-то первый и говорит Доброе утро. выяснили полезно. И другие люди послушали у нас в чате. Послушали и и говорит Доброе утро и классно замечательно волна такая пошла другого другого цинамия увеличится и чем дальше все сильнее все быстрее настолько энергично ты вау как классно даже если тут кистое настроение то все так пожалуйста будете вот счастливы и я тебе тоже доверю спасибо вам большое нам сте завтра у меня будут вопросы ответы на семейное отношение если у вас действует когда будет последнее занятие можем поговорить с обительствами вопросы то же самое 15-30 вопрос да еще в мега с обительствами вопрос чем смогу поделиться делитесь и мы можем сделать в виде коучинга потому что обращающий банк информацию я обычно пробую в виде коучинга коучинга выкрутить из вас самое лучшее и обменять информацию и все ребята походу спасибо записать записываю